Всем привет! Все-таки я решила перевести свой подкаст на русский язык, потому что ну кому в Америке нужно их же метро? Будет интересно посмотреть не просто на американскую жизнь подземелья в метро, а на жизнь underground в Нью-Йорке. Короче, добро пожаловать на подкаст, который я назвала «Разрывая цепи страха», где я хочу углубиться в проблемы, которые меня и нас и вас и многих артистов сдерживают и исследуя способы их преодоления на моем примере в метро. Ах да, не просто метро, а очень особенное и, так сказать, iconic place место, где выступали самые большие имена американского шоу-бизнеса. Да-да-да, я не совсем не кривлю душу этой Кристины Агиллера, Мэрон Файв, Эд Шэрон и так далее. Конечно, ни одна из тех, кто примазывается к чужому успеху, как бы и не хотелось, и ха-ха. И это никак не ставит меня в одну липу известности с такими именами, конечно, как Майкл Бубле и Кристина Агиллера. Но это может быть классным стартом и точно для артиста полезная штука, потому что она помогает избавиться от четвертой стены, как известно в театре она существует, барьера с публикой. Да и вообще лишиться страха быть отвергнутым самими музыкантами, к которым ты подходишь. К них не знают, ты хорошо поешь или плохо. Короче, поехали. Буду хостом сегодня. Меня зовут Ксана. Ксана Сергеенко, кому неизвестно, будем знакомы. И сегодня мы говорим о барьерах, я еще раз повторюсь, которые создает наш разум, и о том, как мы можем все это преодолеть, чтобы осуществить свои заветные мечты и божания. Я всегда знала, что чтобы добиться чего-то, конечно, нужно очень серьезно потрудиться. Успех не приходит легко. Наши тела и разум часто сопротивляются столкновению с препятствиями. Держивает нас от выхода из зоны комфорта. Когда мы делаем этот маленький шажок в неизвестность, то награда оказывается невероятной, больше, чем все наши ожидания. Такое чувство удовлетворения, гордости. Мы начинаем видеть насквозь игры, которые наш разум вообще играет с нами. И если не делиться своей собственной историей, когда я впервые попала в Нью-Йорк и попробовала Бродвей, два всего лишь аудишина, меня не взяли никуда. И я сразу же замкнулась и подумала, что... Не подумала, а решила и точно была уверена, что Бродвей это не для меня, мне это не нравится. На самом деле, что это было? Это был всего лишь страх. Страх, с которым мне предстояло еще работать. До сих пор работаю. Ну вот, позже я поняла, что эти оправдания были всего лишь способом моего разума защитить меня от потенциальной неудачи. Наш мозг невероятно хорош в придумывании причин не совершать тот или иной поступок или прыжок. Это наше естественное состояние – избегать дискомфорта. Но вот в чем дело. Потом мое мнение, конечно же, изменилось. Я подумала, если не сейчас, то когда вообще? И я учусь, я учу себя думать по-другому. Я не могу не подчеркнуть, что все наши запреты часто возникают вообще из ниоткуда. Неважно, с какой вы страны, на каком языке мы разговариваем. Все сомнения и страх – они универсальны. Однако, статус эмигранта, конечно, добавляет дополнительный уровень давления. Я украинка, мой друг, мой друг Филиппы – бразилец. Или бразильянец. Напишите в комментах, как правильно. И куда бы мы ни пошли, априори люди ожидают клише и часто смотрят на нас с предубеждениями. Как не крутить? Не говоря уже о том, что совсем недавно многих американцев не волновали различия между Украиной, Белоруссией, Россией. Некоторые, вероятно, до сих пор этого не делают. Ну, Америка – очень консервативная страна. Хотя ее называют страной мечты, конечно, что очень иронично. Но добиться и пробиться здесь очень тяжело, поскольку любят своих и не доверяют, можно сказать, эмигрантам. Когда люди видят иностранные имя на прослушивании, часто сразу списывают вас со счетов. Еще взрослее я постоянно слышала, никто из Восточной Европы никогда не добивался успеха в музыкальном бизнесе в Америке и в мире. Многие пытались и заблудились по пути. Ну, всякое бывало, да? Такое давление может быть, конечно, вообще непреодолимым. Но вот что я поняла. Ваши прошлые и предрассудки, с которыми мы все сталкиваемся, не определяют наш потенциал. Каждый маленький шаг, который мы делаем перед лицом страха, каждое прослушивание, которое посещаем, каждый человек, к которому мы приближаемся – это все наши победы. Они укрепляют нашу уверенность и раскрывают внутреннюю силу. Всем, кто сейчас слушает этот маленький подкастик, помните следующее. Ваш разум – это очень мощный инструмент, но он также может стать вашим самым большим препятствием. Говорю как себе. Осознайте, что сделав первый шаг, каким бы маленьким он ни был, вы ближе становитесь к своей победе. Вы можете быть удивлены тем, как много вы можете достичь, преодолев свои страхи. Я над этим сейчас работаю. И вообще, кто знает, а может быть первым добившимся будут именно вы. Ну или я. Увидимся. Обязательно прослушайте все наши композиции, которые мы сделали в метро с Филиппе Павани и с Бен. И пишите в камендах, что вы думаете, подписывайтесь, обязательно задумывайте. Это важно, это ценно. И большое вам сердечко. Ах да, и я все-таки не побоялась с третьего раза приехав в Нью-Йорк. И зайдя в метро, я все-таки подошла к Филиппе. Да нет, я даже не подошла. Я все-таки боялась и трусила. Я написала ему в инстаграме, и мы договорились о встрече, о том, что мы исполним вот так вот песню. Это мой первый раз моего исполнения песни, этой песни и песни в метро. Ну шо, дерзаем дальше. И я думала, что я попробовала уже все и многое в этой жизни. Но как же классно, что она все время подкидывает тебе какие-нибудь сюрпризы. Увидимся. Пока, Нью-Йорк. Субтитры подогнал «Симон»